А теперь на эти и другие темы более подробно. Тарифы ЖКХ, профилактика подростковой преступности, порядок предоставления жилья детям-сиротам. Эти и другие вопросы были рассмотрены сегодня на заседании Президиума правительства Забайкальского края. Началось заседание с обсуждения самых резонансных, по мнению губернатора, вопросов. Это тарифы ЖКХ и зарплата учителей. Очень сложный механизм сделать, чрезвычайно сложный. Я бы сделал проще. Я бы поручил регионам установить минимальную оплату труда при соответствующей нагрузке. Скажем, сколько сегодня? 18 часов, да, нагрузка? 18. Вот при 18 часах человек получает, скажем, 21 тысяча рублей, или сколько получается сегодня. Всё, что выше, это уже и дополнительная нагрузка, если она есть таковая, и классность, категоричность, да, так сказать. По аттестации, какая появляется, ну и другие формы оплаты. Как подчеркнул Равиль Генеатолин, формулы расчётов очень сложны. Также непрозрачны и тарифы ЖКХ, что уже вызывает недовольство Забайкальцев. Настолько усложнили восприятие людьми всей этой системы, что люди, естественно, реагируют отрицательно. Ничего удивительного в этом нет. Мы, как плательщики с вами коммунальные, тоже самое. У меня дома дискуссия на тему. Ну, пусть мне докажут, что действительно мы столько киловатт тратим на освещение нашего подъезда, например. Или что там за уборку. Пусть докажут. Потому что контрольно-изменительной аппаратуры пока нет. Идеально, конечно, по факту всё это. Далее министр соцзащиты населения Георгий Рева представил краевую долгосрочную целевую программу «Правильный выбор», рассчитанную на 2013-2015 годы. Она направлена на профилактику в основном подростковой преступности. Ежегодно сотни подростков в Завойкальском крае совершают те или иные противоправные действия. И вот объединить усилия многих ведомств, которые занимаются профилактикой детской подростковой преступности, и на это направлена собственная программа. Отдельная тема в этой программе, помимо профилактики, это сопровождение тех подростков, которые каждый год возвращаются из мест лишения свободы. Также скоро появятся и ювенальные суды в Петровско-Забайкальском и Нерчинском районах. Таким образом, в крае их станет уже девять. Реализация программы «Правильный выбор» дополнительных средств краевого бюджета не потребует. Юлия Тимошенко, Евгений Погорелый. Время новостей. Встретить во всеоружии, по прогнозам синоптиков, пожарный сезон начнется в крае уже во второй половине марта. Поэтому все службы начали подготовку к новому пожароопасному периоду еще в прошлом году. Об этом также шла речь сегодня на заседании президиума. Еще осенью прошлого года по распоряжению правительства Забайкальского края отчислялись меры по усилению защитных полос вокруг населенных пунктов. Это дополнительная опашка, это проведение профилактических отжигов. На 70% такая работа выполнена. Из-за погодных условий рано выпал снег, к сожалению, мы в полном объеме не завершили. Поэтому задача на этот год завершить 100% до начала пожароопасного периода. Меняется схема тушения лесных пожаров. Этим заниматься будет специализировано автономное учреждение. Забайкаль Лесос, которое создано в прошлом году. Учителями является государственная лесная служба. Передана соответствующая техника. Лесопожарные создаются штаты. Сергей Фисюк добавил, что средства на борьбу с пожарами будут выделены федеральным бюджетом. Край добавит 2 миллиона рублей на подготовку к сложному периоду. Кроме того, противопожарные службы и районы края будут привлекать средства из собственных бюджетов. В муниципалитетах уже созданы резервы для борьбы с пожарами. В марте пройдет масштабный смотр готовности всех сил. Юлия Тимошенко, Евгений Погорелый. Время новостей.